Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные темы, основные актуальные темы о прошедшей и проходящей неделе с гостями нашей передачи, которых я сразу же хочу представить. Это Михаил Радовский, блогер и обозреватель. Михаил, приветствую вас! Приветствую, спасибо за приглашение. Ну и с Новым годом телезрителей, я их не видел в этом году. Все в одном пакете. Спасибо вам за участие. С Новым годом! И Александр Габриэль, блогер и поэт. Александр, приветствую вас! Здравствуйте всем! Те же самые поздравления, те же самые пожелания. Спасибо, спасибо. С наступившим, да, 24-м, причем и по новому, и по старому стилю. Александр, поскольку вы в первый раз в нашей программе, несколько слов о себе. Ну, опять-таки, это и биографическая какая-то справка. Я добавлю только, что вы замечательный поэт, и я бы хотел, чтобы наши телезрители, те, кто интересуется литературой, поэзией, вас можно найти. Александр Габриэль, и будет подпись такая, вы еще как Габи, да, существуете. Вот. Пожалуйста, обратите внимание, замечательная современная поэзия. Итак, несколько слов о себе, Александр. Спасибо за комплиментарный отзыв. Ну, я, собственно говоря, поэтом себя не числю. Я сочиняю стихи, скажем так, довольно активно. Приехал я из Минска в 97-м году, уже довольно давно. И у меня, честно говоря, основное творчество пришлось именно уже в Америку. Это как бы поздний ребенок в этом плане. Начал всерьез писать уже, когда мне было хорошо, за 40. Вот. И так до сих пор и пишу. Собственно, помимо этого, вот еще интересуюсь, активно интересуюсь современными политическими вопросами. Потому что вне этого контекста оставаться невозможно. Ну, вот. Поэтому, наверное, меня можно называть блогером и сочинителем стихов. Ну, наверное, еще есть какая-то профессия, поскольку в Америке, да и в любой другой стране, поэты очень редко зарабатывают. На пропитании. Да, это правда. Это очень убыточное дело. Я тестирую программу. То есть, я в IT. И живете вы в Бостоне, да? В Бостоне. Под Бостоном. Под Бостоном. Ну что, друзья, Александр, рад вашему участию в нашей программе. Давайте начнем с... Ну, собственно говоря, с победы на выборах Дональда Трампа. Он один из кандидатов в президенты от республиканской партии. Победа эта произошла в Айове. Ну, вот этот штат первым провел голосование за политика, который должен будет представлять республиканцев в гонке за Белый дом. Выборы пройдут 5 ноября этого года. Итак, Михаил, ваш комментарий. Собственно, я не думаю, что кто-то ожидал, что победит Ники Хейли или Десантис, поскольку Трамп, он с большим отрывом идет в этой президентской гонке республиканцев. Но, тем не менее, наверное, какие-то моменты очень важные, очень знаковые выделить можно. Итак, вам слово, Михаил. Ну, результаты, да, известны. Трамп получил 20 голосов делегатов на дальнейших республиканских уже праймарис Десантис 9, Хейли 8. Есть прогнозы по Нью-Хемпсеру, где Хейли будет ближе к Трампу и опередит Десантиса. То есть, преимущество, вообще говоря, Трампа понятное и очевидное и ожидаемо. Но я не думаю, что это очень хорошо. Дело в том, что, насколько я понимаю ситуацию, демократы собираются не допустить Трампа до выборов. То есть, там не идет речь о каком-то соревновательном, о том, что будут соревноваться Трамп и Байден. Задача его не допустить. Известное дело Колорадо и, кажется, Мэйна, где его убрали из числа кандидатов. Причем, я хочу отметить, это вообще очень забавно. Прежде всего, это основано на положении времен гражданской войны, когда человек, который, значит, там выступал против Конституции или поддерживал тех, кто выступает, не имеет права занимать офис. Но прелесть в том, что обе стороны считают, что они боролись за Конституцию. И вторая особенность всех этих дел, это то, что, собственно, дело 6 января в отношении Трампа будет рассматриваться только в марте. И уже, при том, что Трамп не обвинен, нету против него официального никакого заключения, это, по случаю, послужило основанием для того, чтобы его фактически выбросить с предвыборной гонки. В дальнейшем там еще другие дела. Поэтому, мне кажется, что, в общем-то, ставить на Трампа, и вот то, что делает, ну, судя по прогнозу, большинство республиканских избирателей, чревато неприятностями, потому что в этом случае республиканцы пойдут по линии наибольшего сопротивления. Против Трампа, как бы, вся эта машина уже настроена. Нет, ну, ваши опасения непонятны. Иными словами, тот, кто побеждает в республиканской гонке, может быть из-за нее просто выброшен. Но, с другой стороны, этот вопрос не решен. И вот так вот республиканцам сдаваться, все, мы Трампа уже оставили где-то там за бордюром, наверное, это неправильно, вот такая оппозиция. Михаил. Ну, я думаю, во-первых, мне, честно говоря, больше нравится Ники Хелли, она более взвешенная, у нее хороший международный опыт, она по всем критериям подходит больше, она женщина, она представитель меньшинств, и по опросам, кстати, ее разрыв с Байденом больше. То есть, как мне кажется, как кандидат она более перспективна. Не в том плане, что там Трампа выбрасывают, это отдельный разговор, что против него будут выступать жестче и тяжелее, она просто как кандидат более перспективна. Александр, ваш комментарий по поводу, ну, в общем-то, вот всего этого комплекса вопросов. Ну, что тут можно сказать? Во-первых, победы Трампа в Айве ожидали однозначно совершенно. Тут был вопрос, как бы, связан, наверное, с терминологией боксерского поединка. Победит ли он по очкам или победит ли он нокаутом? Вот он победил нокаутом на первых секундах, можно сказать, потому что, вот я читал MSNBC, CNN, почему-то для них было принципиально важно, чтобы Трамп набрал порядка 50%. Если он не доберет 50%, значит, это почему-то считалось его неудачей. Я так и не понял их логики. Но так или иначе вопрос перестал существовать, после того, как Трамп набрал 51% голосов, то есть он в сумме набрал больше, чем все остальные кандидаты. А что это за шум такой у нас идет? Это у кого-то сирены скорой помощи, по-моему, пожарных, и заодно какая-то авиакатастрофа. Вы не слышите в эфире? Я ничего не слышу. И это точно не у меня. Ага. Ну вот что-то странное произошло, прямо такие помехи, что невозможно было вас выслушать. Ну, опять-таки, я надеюсь, что все-таки прошло то, о чем вы говорите в эфир, несмотря на помехи. Итак, мы говорим о том, что Трамп, он ожидаемо победил, но Михаил поднял тему и того, что демократы всячески пытаются его из президентской гонки выкинуть, а это значит, что победитель, может, если он уйдет, то гонка будет обезглавлена. Александр. Да, я, так сказать, наверное, это немножко отдельный вопрос о допущении и недопущении Трампа. Пока нужно, мне кажется, сконцентрироваться именно на вопросах гонки самой, как таковой. Потому что это все находится в руках девяти человек в Америке, по большому... Не девяти, сколько там членов Верховного суда? Девять, да. И в конечном счете это не значит, что надо сидеть, припеваючи сейчас, и ничего не делать. Тем более, что я, честно говоря, не думаю, что Верховный суд примет настолько беспрецедентное решение, как удалить Трампа из гонки. Таких решений никогда толком не принималось. Конституционное право базируется на прецедентном праве, прецедента не было. И представить себе, что шесть консервативных судей, часть из которых, в общем-то, выбрана по рекомендации самого Трампа, вот таким образом революционно проголосуют и поднимут буквально на уши всю страну таким решением, я не думаю. Поэтому, я думаю, надо исходить из мысли о том, что Трамп будет находиться в этой гонке. И Михаил правильно сказал, что, в общем-то, в Нью-Хемпшире скорее всего речь уже будет идти сугубо о двоих кандидатах. Я не думаю, Десантис очень-очень неважное полы имеет Нью-Хемпшири. Потом дальше все переходит в Южную Каролину, где опять все между собой Чек Трампа и Ники Хейли, где она была губернатором. И я думаю, на каком-то из этих этапов, еще до супер-вторника, в начале марта, я думаю, Десантис должен отпасть. И в этой ситуации Ники Хейли становится, так сказать, резервной фигурой на случай того, если Трамп каким-то физическим образом, не дай бог, конечно, но я всерьез думаю о том, что вполне возможно, что демократы могут задуматься даже над его физическим устранением. Настолько сильна их ненависть к этому кандидату. Вот то, что вы сказали, вот, Александр, то, что вы сказали, я это неоднократно повторяю, поскольку президента с гонки в американской истории устраняли по-разному. И уже с президентами тоже по-разному разбирались. Вот эта ненависть демократов, то, что они просто боятся Трампа, совершенно понятно, но боятся, естественно, как политическая фигура, она может действительно привести к самым разным решениям для демократов. То, что они пытаются упечь его, что называется, в тюрьму, это совершенно очевидно. Сбросить его с гонки, совершенно очевидно. Если это не удастся, обстановка настолько накалена, что могут быть совершенно разные сценарии. И, кстати, то, что он совершенно однозначно идет просто впереди, говорит и то, что дебаты, в общем-то, в Нью-Гэмшире, они же были отменены, по сути, поскольку Ники Хейли сказала, что или Трамп приходит на дебаты, или он не приходит. Она говорит, что если его не будет, то тогда в результате один десантис выйдет на сцену и будет сам дебатировать с собой. Александр. Я думаю, вы знаете, Трамп чисто политическое животное. Он реагирует на сиюминутную политическую конъюнктуру так остро, как никто другой. На самом деле, оратор из него прямо, скажем, так себе. Как по мне, Ники Хейли оратор в разы лучше. У нее прекрасная дипломатическая школа, прекрасная школа губернаторства. Я слышал, как она говорит. Длинные периоды, логично. Она четко понимает, с чего надо начать, на чем остановиться и так далее. Трамп говорит лозунгами, как ни странно, работающими для подавляющего большинства его избирателей. Этого вполне достаточно. Но самое главное не это. Самое главное то, что без всяких дискуссий, без всяких дебатов Трамп имеет постоянно повышающиеся рейтинги. И зачем улучшать уже очень вкусную кашу? Это совершенно непонятно. Он не участвовал в дебатах до этого, его рейтинги росли. Зачем он должен что-то менять? Он так и продолжает. И вполне возможно, если все это пойдет для него хорошо, первые его дебаты могут оказаться на самом деле против самого Байдена. Или, я честно говоря, очень сомневаюсь, что Байден дойдет до финала. Или какого-то его заменителя. Байдена. Вот только тогда. Михаил, Дональд Трамп, сказала Ники Хейли по поводу кампании в Нью-Гемшире, Дональд Трамп уклонился от участия во всех из дебатов, она имеет в виду предыдущие, следующие дебаты, как раз в Нью-Гемшире, в которых я приму участие, будут либо с Дональдом Трампом, говорит Ники Хейли, либо с Джо Байденом. Я с нетерпением жду этого. Ну вот, ее заявление было опубликовано на следующий день, после проведения республиканских кокусов в Вайове. И вот по поводу Нью-Гемшира она все решила. Для себя ваш комментарий. То есть, она однозначно говорит, что, ну что там с десантисом участвовать в дебатах, главный конкурент это Трамп, разом не является, то и дебаты бессмысленны. Ну, это вполне разумно, потому что, учитывая преимущества Трампа, если главный кандидат не является, то дебаты действительно не имеют смысла, о чем тут, собственно, можно говорить. Если он набрал больше 50 голосов, и его нету, то дебатировать с человеком, который по опросу в Нью-Гемшире получит где-то 6% голосов, ну и что, о чем это? Это вполне разумно, или совершенно вполне разумно поступает. Ну, кстати, по поводу того, что Ромасвами вышел из гонки, он, кстати, уже, ну, то, что называется, объявил эндорсмент Трампу, то есть, он заявил о его полной поддержке. Здесь тоже такой любопытный момент. Понятно, что с одной стороны у него был крайне низкий процент поддержки, с другой стороны, это был человек, который, ну, довольно ярко себя проявил во время предыдущих дебатов, тем не менее, он, в общем-то, тоже показал, что кроме Дональда Трампа практически у республиканцев кандидатуры нет. Как вы считаете, Михаил? Да, естественно. Я, кстати, напомню, что Крис Кристи тоже вышел из гонки. То есть, фактически, республиканский пул сведется к двум людям, к Трампу и не Кихейли. Я не думаю, что Десантис как-то будет серьезным кандидатом. И это, в общем-то, хорошо, потому что внимание не будет распыляться, не будет лишних каких-то эмоций, лишних конфликтов. То есть, меня на этом этапе вот такое распределение релей вполне устраивает. То, что уходят люди, они освобождают как бы поле зрения для избирателей и вполне устраивает, то, что они, скажем, предлагают своим избирателям голосовать за кого-то. То есть, в это тоже я вполне согласен с этим. Александр, постоянно шел разговор о том, что Ники Хейли, Десантис, опять-таки, Ромасвами, Крис Кристи, это разговор идет о том, кто будет вице-президентом, поскольку настолько велик отрыв Трампа от всех остальных кандидатов, что, в общем-то, речь идет о втором месте. На первом месте Трамп. Исходя из того, что сказала Ники Хейли, я буду дебатировать либо с Дональдом Трампом, либо с нынешним президентом. Речь идет о том, что она может и не согласиться на предложенное Трампом, но, к примеру, второе место, давай мы с тобой пойдем вот в такой сцепке, вдвоем, в паре, предлагаю тебе вице-президентство, а дальше мы идем уже вместе, вдвоем. Может быть, она имеет в виду, что действительно, мало ли, что произойдет с Трампом, и она логически просто просчитывает, что она может встретиться с Байденом в результате на дебатах. Как вы считаете? Да, все это возможные расклады, это гадание на кофейной гуще в определенной мере, пока задача минимум для нее закрепиться твердо на втором месте, а там, как говорится, посмотрим, потому что на самом деле, будь, например, я Трампом, представить себе такую гипотетическую ситуацию, я бы, безусловно, брал бы в тикет именно Хейли, потому что если ты берешь себе подобных в тикет, ты не выигрываешь политических очков, допустим, тому же Ромасвами дать кресло, это не увеличит никаким боком мощь этого тикета, или предполагаемого там, Такера Карлсона, о котором тоже много говорят, как о потенциальном вице-президенте, а вот если он берет Хейли, это мощнейший просто ход, мне кажется, политический, у них есть разногласия, они на многие вещи смотрят по-разному, но при этом вот это сочетание факторов, о котором Михаил уже сказал, то, что берется в вице-президенты женщина, и женщина, представляющая национальные меньшинства, это сразу выбивает табуреточки из-под ног многих фанатов демократической партии, посмотрите, вот посмотрите, все вот эти современные требования соблюдены, умный человек, женщина, представитель меньшинств на втором месте в государстве, и от нее зависят многие государственные вопросы, мне кажется, с точки зрения логики, это был бы самый умный ход, но учитывая то, как сейчас складываются сами взаимоотношения между Трампом и Хейли, я с практической точки зрения не очень верю, что он ей это предложит, мне кажется, по-боже, Рома, с вами больше шансов оказаться вице-президентом. Ну, похоже, что он на это и рассчитывает, опять-таки, по живому видим, здесь я отметил, я думаю, что и наши телезрители отметили, вы сказали, что иди знай, может быть, и Джо Байден не будет выбран как главный в гонке демократов, что вы имели в виду, почему Байден, во-первых, не будет выбран, ну, мы говорим о том, что он будет жить и жить годами, так что, дам на случай, я не хочу говорить о его возрасте. Почему, как вы считаете, Байден может не дойти до окончательного этапа гонки, то есть уже борьбы с республиканским кандидатом, и кто может быть представлен ему на замену, как вы думаете? Ну, Байден несостоятельный, то есть, если дело дойдет до какого-то показа его в общественном поле, это будет колоссальный провал, и это невозможно закамуфлировать. Любые его дебаты, любое его публичное появление, там, где будет элемент импровизации и нужно будет не только читать с телепромптора, но и докладывать какие-то свои мысли, этот человек болен, он тяжело болен. На днях он, например, сказал, что сослался на женщину, с которой он только что фотографировался, с сенатором. На самом деле, оказалось, что этот сенатор находится в другом штате, и никогда не фотографировался в последние годы с Байден. То есть, у него смещены понятия реальности, непонятно, где он находится. Я не думаю, что его выставят таким образом. К тому же, его антирейтинг уже превышает антирейтинг, легендарный антирейтинг самого Трампа. Его позиции падают, даже среди групп его абсолютной поддержки, молодежь, чернокожее население, латиноамериканцы, женщины, во всех этих базовых группах, на которых он, в общем-то, победил в 2020 году, он сейчас явно там зияющие дыры. Что же касается козыря демократов, я это говорил год назад, я это говорю и сейчас. Я думаю, что как чертик из табакерки в итоге на сцену выпрыгнет Мишель Обама. И я, честно говоря, не вижу никакого другого кандидата, предлагать Камалу Харрис это ставить на дохлую лошадь абсолютно, предлагать Гевина Ньюсома, губернатора Калифорнии, который превратил Калифорнию в отстойную яму, это тоже, это очень слабо и уязвимая позиция. А семья Обамы в демократической среде фактически идолизируется. И, в общем, это, мне кажется, ход логический и единственный шанс для демократов. Я недавно был просто поражен и потрясен, поскольку было интервью, я не буду говорить, кто это, вот, этот человек, он, и мне, кстати, хорошо известен, он в свое время выехал из России, вот, сейчас он живет на Западе, и ему задали вопрос по поводу Байдена, Трампа, президентской гонки, ну, для него Трамп это просто какой-то кошмар в политике, но он сказал фразу, которая меня потрясла, и мне кажется, что это не только его мнение, вернее, я в этом уверен. Он говорит, ну, вот Ники Хейли, она мне очень нравится, если она станет президентом, то, может быть, даже она будет лучше, чем Джо Байден. Вот такая фраза. То есть, казалось бы, что может быть лучше Джо Байдена для вот этих людей, но Ники Хейли может быть лучше. Не кажется ли вам, Михаил, что в Соединенных Штатах огромное количество людей, которые, ну, я не знаю, как это определить, видят мир через розовые очки. Вот они считают, что при Байдене Америка, ну, видимо, как-то куда-то прогрессирует, какими-то семимильными шагами, не знаю, идет куда. Вот как вы прокомментировали бы вот такое мнение, такое высказывание, и Ники Хейли может быть даже лучше, чем Джо Байден. Я еще раз говорю, что может быть лучше Джо Байдена? Михаил. Ну, во-первых, это не он единственный, я считал, выступление других демократов, которые тоже сказали, что, в общем-то, они будут голосовать за Байдена, но если будет Ники Хейли, это как раз неплохо, их это устраивает. Это, кстати, одна из причин, по которой я склонен поддерживать Ники Хейли. Скажем, в отличие от Сары Пейлин, ее нельзя там забить, и приписатель, что она безграмотная, и так далее, человек себя доказал во всех отношениях. Да, это будет, я не очень верю, что может быть кто-то другой, потому что тогда, фактически, мы приходим к ситуации, когда демократы признают провал своего кандидата 20-го года. Они заставили на Байдена, теперь выясняется, что Байден провалился, и они сами не могут за него голосовать. То есть, для них это тоже какой-то репутационный ущерб. Так что, да, как раз Телли получается такая компромиссная кандидатура, которая может всех устроить. Александр, тот же вопрос. Собственно, сколько уже всяких собак, ярлыков там навешали на Трампа, но для части американцев, причем для значительной части, вот этот комментарий, услышанный мной от человека, выехавшего из России, который внимательно следит за политикой, он, кстати, известный музыковед, разбирается очень в рок-культуре и так далее. Вот я то, что я от него услышал, это ведь не только его мнение. Ники Хейли, она может быть лучше даже, чем Джо Байден. Опять-таки, для этих людей, вот то, что происходит сейчас, при нынешней администрации, катастрофа на границе, я не буду вспоминать вывод наших войск из Афганистана, где оставлено 86 или 88 миллиардов просто вооружения, я не буду говорить об экономике, но опять-таки, вот для них не существует, видимо, реальности, они считают, что нынешний президент, он просто пример, видимо, президентства. Александр. Нет, я не думаю, что они считают всерьез, что его президентство идеально, но просто у них нет выбора. Но они не могут сказать, демократы не имеют официально никакого туза в рукаве. То есть, вот Байден, это та ставка, на которую они играют. Они не могут сказать, что наша ставка не сыграла. Это физически невозможно. Но для них Ники приемлема просто потому, что она, вот говоря языком правых, она представитель того же самого истеблишмента, того же самого вашингтонского болота, в кавычках, как говорят ультраправы. То есть, она системщица. Она игрок системы. И она радикально эту систему ломать не будет, как это собирается делать Трамп. Во всяком случае, на словах. Он собирается расчистить болото. Ники, сама из этого болота, она ничего чистить не собирается. Все в Америке глобально на уровне принципов ее устройства останется нетронутым. Я не думаю, что за что-то может беспокоиться НАТО, что за что-то может беспокоиться Организация Объединенных Наций при Ники, которая, так сказать, часть своей карьеры обязана ООН. То есть, радикально вот эти вот институции, которые сейчас мы видим, безусловно, как прогнившие, не выполняющие абсолютно свои функции, напротив мешающие, они при Ники будут продолжать функционировать это совершенно однозначно. Поэтому демократы, которые хотят сохранения подобного статус-кво, они вполне их вот фигура Ники устраивает. Она меня, в принципе, тоже устраивает в известной мере как человека, который, ну, в общем-то, находится на умеренно консервативных позициях, но какие-то вещи у нее меня, безусловно, очень смущают. Например, ее утверждение о том, что Америка, сегодняшняя Америка, может одновременно вести войну с Китаем, Россией и Ираном. Я не знаю, что она имеет в виду, честно говоря, пока я вижу Америку, которая не может справиться с двумя стами тысячами хуситов. Вот эту Америку я хорошо вижу. Поэтому такие заявления, такое брецание оружием, которое ничем фактически не подтверждено, мне кажется, немножко таким настораживающим. Михаил, заканчивая эту тему, меня, как раз, настораживает высказывание демократов, которые говорят, что Ники Хейли она для них вполне устраивает эта кандидатура. Мне кажется, что как раз в данном случае они хотят сказать, что Ники Хейли мы-то и не боимся. Они говорят о том, что она может стать президентом. Нет, они верят в то, что президентом останется демократ. Мне кажется, что здесь есть такое лукавство в высказывании демократическом. Вот Ники Хейли нам подходит, потому что внутренне они считают, что Ники Хейли на национальном уровне не победит Байдена. Михаил. Ну, очень может быть, что они именно так и считают. Хотя, вообще говоря, опросы этого не подтверждают, она опережает Байдена. Возможно, да, что они этого хотят. Скорее всего, тут даже на уровне эмоциональном. Для них просто все, что не Трамп, это лучше. То есть, там уже где-то уровень неприятия Трампа зашкаливает, и все, что ему не соответствует, они как-то более-менее готовы принять. Только не Трамп. Друзья, давайте прервемся на техническую паузу, и через несколько секунд вернемся в программу. Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа, в эфире программа «Пресс-клуб». Хочу напомнить наши гости сегодня Александр Габриэль, обозреватель, поэт, блогер, и Михаил Родовский, блогер и обозреватель. Ну что, давайте перейдем к другой теме. Александр, вы как раз сказали о том, что мало ли на что могут пойти демократы вплоть до физического устранения. Но пока мы не видим, чтобы была вот такая подготовка, хотя, возможно, где-то там уже пистолеты заряжены. Опять-таки, от демократов можно ожидать всего. То, что сегодня происходит по отношению к Дональду Трампу, это совершенно очевидно. Они могут дойти до самой крайности. Но пока речь идет о том, чтобы не допустить Трампа к гонке. Это мы уже говорили. Здесь и Колорадо, здесь и Мэн. И вообще, так его загрузить различными судебными разбирательствами, чтобы у него даже не было времени вздохнуть во время вот этой президентской гонки. И одной из очевидных вот таких вот вещей, которые происходят на этой неделе, Трамп сделал небольшой перерыв. Предвыборной кампанией он предстал перед судом в Манхэттене. Там слушается дело по обвинению его в клевете. Это одно из многих дел, выдвинутых против него. Как он сказал, если посмотреть по годам, то мне нужно будет сидеть, если все это сложить вместе, все как бы вот приговоры, если бы их выполнили, то у него больше там 500 лет тюремного заключения ему грозит. Вот этот гражданский иск Трампу, он основан на заявлениях, которые сделаны писательницей Джин Кэррол. Трамп с ней в прошлом судился по делу о попытке изнасилования, но вот это дело уже, она его теперь обвиняет в том, что он ее оклеветал. Александр, само это дело вообще, конечно, как многие дела, высосано из пальца, но удивительно, что суд рассматривает вот все это разбирательство как однозначное признание вины Трампа, и ни в коем случае нельзя даже посмотреть в сторону Кэрол, что она в чем-то может вообще вводить заблуждение суд присяжных, что она в чем-то может быть неправа, ошибается, что-то не так говорит, судья, который рассматривает все это дело, весь этот кейс, судья Каплан, он, собственно говоря, предупредил защиту Трампа, чтобы они именно так смотрели на это дело. То есть, ни в коем случае нельзя даже думать о том, что Кэрол как-то может быть неправа. Вот это удивительная вещь. Зачем тогда вообще нужен суд, если заранее известно, кто прав, а кто виноват? Александр. Ну, на самом деле здесь особо даже нечего комментировать, потому что это практически зеркальное повторение судилища над судьей Кавана несколько лет назад, если вы помните, когда Трамп номинировал судью Кавана на мантию в Верховном суде, его подвергли примерно той же самой экзекуции, нашли некую женщину, которая обвинила его в домогательствах я даже не знаю, 30-35 лет назад. 86-го года, это почти 40. И это позорнейшее совершенно зрелище было на телевизорах всей Америки, и это смотрели все, и все увидели, чего это стоит. И даже мы увидели, чего стоил сам изначальный подход, потому что я даже помню перед зданием суда, была огромная толпа женщин с этими плакатами «Верь только женщинам». То есть ни о каком правосудии речь не шла. Я не спорю с тем фактом, что очень много в те времена 80-е, 90-е, очень много sexual harassment случаев, они действительно по заявлениям женщины оставались без внимания, потому что эти случаи по истечению определенного времени очень сложно доказать. И полицейские попадают в ситуацию, в которой ее слово против его слова. То есть в этой ситуации сделать какие-то выводы, не имея материальных артефактов, доказательств, невозможно. Можно только верить кому-то или кому-то не верить. А поскольку доказательств нет, очень часто эти случаи игнорировались вообще. Но, как видите, в 20-е годы с разгулом Митю эта ситуация изменилась радикально и стали этот майк тянуть в другую сторону. То есть женщина всегда права независимы ни от чего. И вот эта же линия сейчас идет и в отношении Трампа, потому что, как видите, подбор присяжных, ни одного из которых нужно было, чтобы невозможно было упрекнуть в возможных симпатиях Трампу, все они антитрамписты, все это подгоняется под обвинительное заключение, несмотря на то, что уже очевидно, что преступления как такового не было. Ну, вообще, я не знаю, что там произошло. Я знаю, что все эти обстоятельства чрезвычайно сомнительны. Ну, как можно заставить женщину, вот подходит незнакомый человек к женщине и просит ее примерить нижнее белье, она идет и примеряет. Ну, я вот такого представить себе не могу. Это, конечно, если это действительно случилось это никаким боком не оправдывает мужчину, который попытался к этой женщине приставать после этого, нет, но сам факт, что женщина на это пошла, причем не просто женщина и журналистка, давайте добавим такую маленькую деталь ее биографии, она была, если не ошибаюсь, главным редактором некоторое время журнала Playboy. Вот, то есть, видимо, для нее это вообще на тот момент не было поступком аморальным, было поступком совершенно естественным. А сейчас, когда нужно это, weaponize, то есть, когда нужно сделать это орудием против Трампа, это используется. И последнее, что я хочу здесь сказать, будь я стратегом демократической партии, я бы делал совершенно обратно, я бы сдувал с Трампа пылинки, просто я бы делал все, чтобы он вышел в финал, просто потому, что он единственный кандидат, который, несмотря на то, что провальные рейтинги у Байдена, что совершенно у него, он несостоятельен как кандидат, но он по-прежнему теоретически может обыграть только Трампа из этих двух. С Хейли у него шансов особых нет. Но Трампа, учитывая то, что активную нелюбовь части электората к Трампу, вот просто фантастическую, это ничто этого не приорядает. Тут нужна какая-то некая группа индепенденц, которые будут голосовать за Байдена, вот и все. Поэтому нужно было беречь его. Но для них вот эта сама мысль о президенте Трампа невыносима, поэтому они готовы утопить его в этих смешных, чаще всего совершенно несуществующих обвинениях в 30-летней давности. Кстати, я сейчас вспомнил, вы говорите о ненависти к Трампу. Я в свое время удивился. Один поэт, очень известный, к сожалению, он ушел из этой жизни. Я как-то прочитал в его фейсбуке на его странице по поводу Трампа, ну это было наверное года 4 назад вот как раз, а может быть даже и раньше в 17-18 год, он написал «У меня в моей жизни хуже врага, чем Дональд Трамп не было». Вот такая жизнь блестящая. Нет других врагов, кроме Дональда Трампа. Александр. Видите, это вы сошли, я знаю, о ком идет речь, я не хочу называть фамилию, это действительно великий поэт, замечательный совершенно поэт, и никоим образом вот эти вот вещи не портят его образа в моих глазах тоже. Но сам факт, что сейчас множество живущих авторов, они точно так же, это вот им отказывает логическое мышление, им отказывает абсолютно все. Когда говорится слово «Трамп», это как какой-то импульс, такой, знаете, как на дохлую мышь там током ударить, вот просто бьет и все, и человек уже не в состоянии логично мыслить, и он утопает в этой ненависти, в этой святой ненависти, и вот задуматься, вот всякий раз, когда я вступаю в какую-то дискуссию, пытаюсь вступить, и каким-то образом доказать, что Трамп сделал массу полезных вещей, вот до того момента, когда он открывает рот, вот это, к сожалению, не самая сильная его сторона, он делает массу вещей для Америки, и за свое президентство он сделал очень много, но эти люди будут отрицать все, они будут отрицать все абсолютно, любую логику, когда ты говоришь, что он снизил налоги, нет, когда ты говоришь, что он давно говорил о том, что страны НАТО должны увеличивать свой бюджет, и за это подвергался жутким нападкам, нет. Когда он, кстати, перебьет, сейчас вот известно стало, что оказывается за практически месяц до того, как Китай подал во Всемирную Организацию Здравоохранения данные о том, что у них обнаружен ковид, оказывается, за вот это время, до этого, уже была разработана его формула китайцами, они все знали, уже месяц ковид существовал в Китае, и Трамп об этом сказал еще в декабре 2000. Конечно, конечно, вот все эти вещи и связанные с границей, и связанные с недопущением в страну миграции из террористических стран. Он был абсолютно во всем прав. Во всем. И они не в состоянии этого признать. Абсолютно не в состоянии. Я говорю, слепая ненависть, в какой-то момент отключается логическое мышление, все. Надо сказать, да, что персональное качество Трампа, конечно, этой ненависти во многом способствует. Потому что я бы, например, безусловно, предпочел бы кого-то более интеллигентного, с более интеллигентной речью, с менее агрессивной риторикой. И к тому же, когда, честно говоря, когда я слышу от Трампа фразы, что мы должны дружить, это хорошие ребята, там, Путин и Ким Чен Ын, потому что у них хорошие ракеты, меня съеживают. Вот откровенно съеживают от этого. Я не знаю, как такие вещи можно прощать. Но когда он действительно начинает действовать и начинает издавать законы внутри страны, эти законы часто очень дельные и очень свидетельствуют о заботе о населении страны. Вернемся к этому процессу. Михаил, значит, это уже второй процесс, как я говорил. В его основе лежат события 1996 года, практически 30 лет назад. Тогда, как утверждает писательница и журналистка Джин Кэрол, она познакомилась с Трампом в Нью-Йоркском универмаге. Причем, ни даты, ни даже года она твердо назвать не может. Трамп, якобы, вот то, о чем сейчас говорил Александр, попросил ее примерить белье, которое он выбирал, как он объяснил ей, в подарок другой женщине. Она согласилась. После чего, вот согласно ее утверждениям, Трамп набросился на нее прямо в примерочной. То есть, будущий президент попросил якобы незнакомую женщину появиться перед ним в нижнем белье, что эта женщина и сделала. Ни свидетелей этой сцены, ни обращения в полицию, в деле просто нет. Все это отсутствует. Вообще, опять-таки, что это за тип такой женщины, которая появляется в примерочной в нижнем белье перед незнакомым мужчиной, а через 30 лет практически она его за это судит. Ну вот, судите сами. Адвокаты, правда, Трампа нашли вот этот сюжет в какой-то из серии сериала «Закон и порядок». Так что, ну вот, видимо, по героине этого сериала можно и сделать вывод о предполагаемом оригинале. Вот я еще раз хочу повторить, еще больше здесь поражает, что суд в эту криминально-литературную версию писательницы, которую якобы на нее в примерочной магазина Трамп, увидев ее в нижнем белье, не выдержал и набросился. Суд в эту версию однозначно верит и заставит в нее, и хочет заставить поверить в нее. Опять-таки, еще процесс только начался всех вот этих народных судей, то есть присяжных. Михаил, вам слово. Ну, во-первых, я хочу, я искренне завидую по этому, о котором вы говорили. Он, наверное, счастливый человек, если у него других проблем, кроме Трампа, не было. Я об этом сказал, но он уже отошел в мир иной. Ну, так что... Ну, да, я понял, он был счастливым человеком. Да, конечно. Вот, теперь, не знаю я, является Нью-Йорк побративом Москвы, но то, что нью-йоркские суды являются побративом Басманного суда, они, по-моему, уже честно заслужили это звание, потому что из шести крупнейших дел против Трампа, я могу их перечислить, на мой, мне необходимо, три либо проводятся, либо связаны с Нью-Йорком. То есть, они как бы паровоз антитраповских дел. И я так понимаю, что демократы изобрели очередную новую, новый тип респуденции. То есть, если западная респуденция разбирается дело, обвинение его делает так, чтобы можно было доказать в суде, скажем, советская респуденция, обвинение должно было правильно выстрелить с затылок, там другая специализация, то эти ребята просто набирают громадное количество дел, каждый из которых является чистым бредом, в особенности нижнее белье, раздевалка, но это комментировать бессмысленно. Смеяться можно, комментировать нет. Так вот, они набирают громадное количество дел, рассчитывая, что пока Трамп будет с этим разбираться, пока это дойдет до Верховного суда. То есть, вполне возможно, это создаст ему проблемы при выходе на финальную уже прямую на кандидаты в президенты. Вот если пять-шесть дел, которые должны попасть в Верховный суд, который должен рассмотреть это и сказать, что это чистый бред, это занимает время, они это не делают сразу. То есть, я продолжаю подтверждать, что это, по-видимому, их тактика завалить Америку этими делами против Трампа в расчете на то, что ему не удастся за все время перед, собственно, выборами все это дело погасить, и это как-то ему помешает. Что касается самого дела, я даже не понимаю, что там можно говорить. я себе не представляю американскую женщину, которой может подойти незнакомый человек и попросить примерить нижнее белье. Плюс отдельный разговор, если я не представляю женщину, которая захочет одеть нижнее белье после того, как его кто-то примерял. Это вообще такая хорошая фантастика, все это очаровательно. Но, опять-таки, это литература, это стало основой для сценария, как мы видим в одном из сюжетов «Лоэн Додер». Опять-таки, для наших телезрителей нужно просто объяснить, что вот на первом судилище присяжные тогда постановили, что Трамп домогался Кэрол, но не насиловал ее. И вот тогда суд предписал Трампу выплатить писательнице компенсацию в 5 миллионов долларов. После чего Трамп назвал всю историю ложью, а вердикт суда позором и, как он сказал, величайшей охотой на ведьм. Вот за то, что он сказал, что она лжет, она теперь ему обвиняет его в этом. То есть, она, во-первых, не может лгать, в чем уверен судья, который сегодня выслушивает в этом процессе обе стороны и обвинения, и защита. Вот это удивительно просто. Александр. Да, причем она удвоила сумму иска. Сейчас это уже не 5 миллионов, а 10 миллионов долларов. То есть, ну что, ребята удваивают ставки в ситуации, в которой нет ни свидетелей, ни доказательств, ничего, есть только убежденность судей, надо правильно подобрать судей, вот и все. Александр, ну, кстати, вот мы сейчас с вами, когда мы это все обсуждаем, ведь это же просто отвратительно, вот то, что происходит. Я понимаю, и к тому же, я думаю, что она его знает. Я о другом. В 1996 году его лицо знали все. Он мелькал уже тогда. Он был в нескольких фильмах. Он был в фильме «Один дома», который смотрел каждый американец. С Калкиным, да. Да. То есть, не узнать Дональда Трампа невозможно. Но это не значит, что надо при нем примерять белье. Это никаким боком не вяжется. Но мой вопрос был в другом. Вот мы сейчас обсуждаем это все возмутительное, в этого все невозможно поверить. Есть ли это, опять-таки, не рассказ, не сценарий, но ведь это возмущение испытывает масса американцев. То есть, это все работает против демократов. У Трампа все усиливается, усиливается поддержка. Однозначно, абсолютно. Как я уже сказал, вот эти попытки нагромоздить одно на другое, одно глупое дело за другим, вот сейчас сидят те же независимые избиратели, которым предстоит в ноябре решить, за кого голосовать, которым одинаково плевать на Байдена и на Трампа. Огромное количество людей. И вот они сейчас смотрят вот это откровенное издевательство над одним из кандидатов. Они что, демократы реально думают, что на основании этих дел они предпочтут Байдена? Нет. Я думаю, они сделают совершенно наоборот. человеческое сердце так устроено, оно всегда на стороне Ганимова, тем более, если они видят, что человек Ганим несправедлив. Я думаю, они выстреливают себе в ногу. Это то, что они сейчас делают. Другая тема, но опять-таки касается нынешнего президента. Wall Street Journal в четверг опубликовала статью, в которой сообщают, что президент Байден и его однопартийцы в Конгрессе готовы пойти на уступку в части ограничения миграции через южную границу, чтобы республиканцы согласились проголосовать за многомиллиардный пакет военной помощи Украине, Израилю, Тайваню. Иными словами, вот эта катастрофа, которая у нас существует на южной границе, слава Богу, что существует сегодня большинство в Нижней Палате республиканское, которое заставляет нынешнего президента хоть как-то решать эту проблему. Видимо, не было бы вот этого большинства в Нижней Палате, ситуация на южной границе Байдена бы устраивала. Вот то, что там происходит, я напомню, только в декабре через нашу границу по одним данным перешло границу 225 тысяч человек. По другим данным 300 тысяч. Это рекорд за последнее время. Иными словами, к нам, Соединенные Штаты, заходят непонятно кто, непонятно с какими целями. рассасываются они, обещая, что они придут к пересмотру их дела через три недели, через месяц. Естественно, что они не возвращаются к пограничникам. И они просто-напросто попадают к нам сюда, в частности, в Нью-Йорк, в Бостон. Они попадают в Сан-Франциско, то есть города, так называемые, убежища, которых больше 40. И потом, вот наш нынешний мэр, он объявляет ситуацию emergency. То есть, это чрезвычайная ситуация, поскольку выясняется, сегодня, вы знаете, на этой неделе, я говорил об этом в программе, объявлен комендантский час для мигрантов. То есть, после 11, они не должны, вот те, кто сидит там в шелтерах, там и так далее, в этих сборах, где сидят нелегалы, мигранты, незаконно перешедшие границу, объявлены они с 11, по-моему, до 7 утра, они не должны их покидать, поскольку ситуация у нас просто катастрофическая в городе, и привело к это, к причине этому. То, что они занимаются попрошайничеством, они, ну, я думаю, что это так, только одна из причин, поскольку, ну, этим людям нечем заняться, у них недостаточно, естественно, финансовой поддержки, которую им оказывают здесь, в Нью-Йорке. Прежде всего, их обеспечивают медицинской страховкой. И они, ну, мало ли чем, эти люди днем и ночью занимаются. У нас великомендантский час для вот этих нелегалов. Я удивляюсь, почему еще так, как-то к этому относятся так называемые правозащитные организации, которые, прежде всего, стоят на стороне вот этих людей, которые незаконно перешли нашу границу. Итак, ситуация, связанная с нашей границей, республиканцы пытаются заставить президента заниматься своим делом, потому что избиратели, они для того его и выбрали, чтобы прежде всего он думал о безопасности американцев. Это прежде всего. И это заставляют делать республиканцы президента, они заставляют его уже не в первый раз. Когда шел разговор о том же самом потолке государственном, финансовом, они также сказали, мы не будем вести речь, пока вы не наладите ситуацию с южной границей. То есть, здесь не только это связано с Украиной и с Израилем, как только появляется возможность, республиканцы говорят о том, что президент просто профессиональный непригоден. То, что у нас делается на южной границе, катастрофа, а он с этим не согласен. Михаил, итак, ну вот Байден говорит, что он обнадежен результатами встречи с республиканцами, куда-то в какую-то сторону он должен пойти. Ну, это действительно хорошо, что он как-то сдвинулся с мертвой точки, но это, вообще говоря, не единственная проблема, связанная с его президентством. То есть, проблема-то в том, что он пытается вести войну, не отказываясь от всех этих идиотских идей, которые он пытался реализовать после Трампа. Проблемы с топливом, проблемы с энергетической независимостью, проблемы с границей и так далее. А это нельзя растянуть. То есть, те проблемы, которые были, которые он сам создал, они же остаются. И одновременно в это время надо вести войну, потому что штаты, в общем-то, в это вовлечены. Что касается шансов на то, что республиканцы на это согласятся, я, конечно, хотел бы, хотя меня, например, настораживает заявление спикера по Конгрессу Джонсон, как его зовут? Джонсон, если мы говорим о республиканцах, то Джонсон, Нижняя палата. Вот, Джонсона, который начал спрашивать насчет стратегии и эндгейм. Ну, вообще говоря, в американской терминологии, когда начинают спрашивать о эндгейм, это означает, что как бы ситуацию хотят завалить, потому что никто не может предвидеть это. И сейчас вот это с одной стороны республиканцы правы, что пытаются заставить Байдена делать хоть что-то, но это создает проблемы. Значит, уже где-то недели две назад объявили, что, скажем, американцы не будут поставлять дополнительные ракеты к Патриотам. Это может кончиться тем, что украинцы будут платить кровью за это. То есть, как бы мы попали в патовую ситуацию, что не делаешь, оно как бы плохо, украинцы нервничают, с улучшением ситуации на фронте, либо мы пойдем на то, что закроем глаза на то, что вытворяет Байден. Насколько он готов вообще какие-то вести изменения в свою политику, тоже непонятно. Михаил, у нас буквально две минуты осталось. Александр, ваше мнение. Очень кратко, пожалуйста. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать только, что я не такой оптимист. Я не вижу на данный момент никаких свидетельств тому, что две стороны могут договориться. Насколько я знаю, именно поэтому принят очередной временный бюджет, то есть это свидетельство отсутствия решения, полного отсутствия решения, то есть демократы не хотят идти ни на какие поблажки в отношении границы, а республиканцы соответствуют, для которых главный вопрос их избирателей это вопрос о границе. Они не могут двигаться куда-либо, пока этот вопрос не решен. В итоге и Украина подвисла, и Израиль подвис, граница подвисла. Все это будет ждать теперь начала марта, насколько я знаю, 5 марта, 5 марта это как раз супер вторник. То есть вот до этого времени Америка будет по-прежнему находиться в подвешенном состоянии, а то, что в каком состоянии находится граница, я могу говорить еще полчаса, и от этого всего действительно волосы шевелятся на голове. Это ужасно, и как это можно не понимать демократам, и какая может быть аргументация в пользу того, что творится, я честно говоря не в состоянии понять, абсолютно не в состоянии. Это иррационально. Друзья, время в нашей программе подошло к концу, я благодарю вас, Александр, благодарю вас, Михаил, за участие в программе, дамы и господа, благодарю вас за внимание, всего доброго, до встречи в эфире, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова